Чесминский район признан благополучной территорией. В муниципалитете возводят дома для сирот, строят водопровод и многофункциональный центр. Однако местным властям губернатор рекомендовал уделить внимание развитию крупного месторождения. Что будут добывать в Чесминском районе, узнал наш корреспондент Артём Шуварин. Здравствуйте, я с вами за ручку. Спасибо маму за газ. Сплетение жёлтых труб на этой улице напоминает паутину. Здесь их больше 10 километров. Столько потребовалось, чтобы подвезти газ во все 200 домов центральной улицы села. Таисия Кузьменко рассказывает, экономия с приходом газа уже вышла приличной. За полгода больше 2000 рублей. Пенсионерка начала откладывать деньги на ремонт. А на месте склада под дрова решила построить курятник. Удобно в любое время, как надо, или сварить, или чай вскипятить, и всё готово. А то бывает, свету нет или что. Борис Дубровский оказался на глобальной стройке. Здесь в Чесме строительство идёт буквально на каждой улице. В центре села, например, возводят двухэтажный многофункциональный центр. Здесь жители смогут в одном окне оформить декларацию и налоговый вычет, подать заявление в ЗАГС и оплатить счета в банке. Откроют центр в октябре на берегу реки, где дуют сильные ветры. Для прочности здание строят из двух слоёв пеноблока и с железным основанием между стенами. Это армирующая сетка для переязки, кладки, чтобы не рухнула стена. Стройка в другом районе села. Эти дома предназначены для выпускников детских домов. Заселяться сюда можно будет уже меньше, чем через две недели. Готовность внутри практически 100%. Уже поклеены обои, есть натяжной потолок, проведена проводка и установлена вся сантехника. Восемь квартир уже сданы. Ещё два десятка будут заселены до конца года. На строительство жилья для сирот область потратит больше 7 миллионов рублей. На средства региональной казны построят и новый водопровод. Он будет снабжать питьевой водой три микрорайона Чесмы. В целом, очень неплохо идёт строительство, подготовка. Общее какое-то впечатление моё от района самое положительное. Я с этим районом здесь точно не первый раз, но всегда был проездом здесь, когда я работал на комбинате. Визит в Чесму Дубровский заканчивает сенсационным заявлением. Рядом с селом может появиться предприятие по добыче золота. Инвестор из Москвы сейчас ведёт разведку месторождения. По предварительным оценкам, участок содержит 495 тонн медной руды, 10 тонн золота, а также серебро и железо. Губернатор намерен встретиться с инвесторами и обсудить план строительства. Власти намерены взять контроль над соблюдением экологических норм. Артём Шуварин, Иван Бредихин, ОТВ